В Италии В Италии После падения железного занавеса русские гонщики в Европе не редкость, но то, что российская делегация на этом интернациональном соревновании будет второй по численности после собственной итальянской, было сюрпризом. Еще бы, 25 человек в двух категориях. Дело в том, что Винтеркап это особенное соревнование, наверное, оно самое большое, то есть самое большое количество участников. Я бы по сложности эту гонку поставил бы в один ряд с чемпионатом Европы. Итак, Винтеркап. Три международных категории. Юниорская КФ3 и две взрослых КФ2 и СуперКФ. Как обычно, все начинается с квалификации. В категории КФ2, где стартует 112 участников, сильнейшим из наших оказался Юрий Григоренко. Да какой же там сильнейшим? 57-е время. Я готов был к этому. Соперники быстрые, но они уже все ездят намного больше у меня в этом классе. И сегодня же моя вторая гонка в КФ2, и я только учусь пока. Гораздо более радостной стала квалификация в классе КФ3. В первую двадцатку, а всего участников 99, попали сразу четверо. Восемнадцатую строчку протокола занял Павел Рудаков, в пятнадцатом стал Егор Оруджев, двенадцатая позиция у Эдварда Фроленкова, а второе время, уступив лишь итальянцу Рафаэле Марчьелло, показал Даниил Квен. Были в третьей группе, довольно прохладно, держака было чуть поменьше, но я все равно показал Даниил второй итоговый результат, так что я этим доволен. Квалификация важна, но это не пол и даже не четверть дела. Согласно регламенту, всех гонщиков разбивают на группы, а каждую группу на подгруппы. Далее следуют отборочные заезды, так называемые хиты. Причем в каждой из групп эти хиты проходят независимо. Получается как бы несколько соревнований в одном. Завершают эту круговерть полуфинальные заезды. Их число равно количеству групп. И только лучшие представители каждой группы встречаются в заветном финале в очной схватке. Зачем такие сложности, спросите вы? Да просто потому, что желающих слишком много. Спросим, к примеру, что думает о гонке двукратный чемпион мира по ралли, а ныне постоянный участник ралли-рейда Дакар Карл Сайнс. Очень сложная гонка, непростой регламент. Мой сын показал в квалификации третье время. Согласитесь, среди ста участников быть третьим это достойно. Особенно важно, что он прибавляет от гонки к гонке. И я уверен, победы не за горами. Сына именитого гонщика, которого тоже зовут Карлос, во время одного из хитов обставил наш пилот Эдвард Фроленков. Он финишировал четвертым в первом своем отборе, а во втором хите, где судьба свела его с Сайнсом-младшим, и вовсе победит. Кажется, с виду, легкая-легкая, а там есть некоторый поворот, который требует силы и правильное прохождение. Отлично выглядит на зимнем кубке и фаворит российской сборной Даниил Квят. Старт в отборах он принимает с полупозиции, и первый хит выигрывает, как говорится, за явным преимуществом. А вот во втором хите команда перемудрилась настройками, и на Квята навалило сразу несколько соперников, а в их числе и Эдвард Фроленков. В одном из эпизодов Фроленков довольно жестко пошел в атаку. В результате этих действий Квята развернула, и он откатился на 17 позиций назад. Я обгоняла Фроленкова. Я влез, и не знаю, мне сказали, что Фроленков просто тупо повернул, и потом на выходе мне просто дал по задним отбойнику и развернул меня. Удар был такой силы, что у меня голова достала аж до оси. Так или иначе, в групповом полуфинале Квяту предстояло стартовать лишь с 10 позиции рядом с другим нашим гонщиком Павлом Рудаковым. В этой гонке, которая длилась всего 14 кругов, Даниил Квят совершил маленький спортивный подвиг. Он одного за другим прошел 9 соперников и финишировал первым. Суббота на воскресенье, конечно, было не очень хорошо спать так. Было немного огорчения, потому что все-таки был инцидент. Я успокоился, я сделал выводы просто из-за субботнего дня, и просто не удалось всех догнать и перегнать. В итоге наш пилот обеспечил себе, вы думали, победу? Пока только полпозицию в финале. Фроленков доехал полуфинал шестым и будет стартовать одиннадцатым, а еще один наш гонщик Сергей Сироткин попал в число финалистов из другой группы и уйдет в бой двадцать восьмым. А пока участники класса КФ-3 готовят своих боевых коней к решающей гонке уикенда, на старцы его финала выходят взрослые. И среди них наш Юрий Григоренко. Он отлично проехал полуфинал, закончил его на седьмой позиции, но в главной гонке у Юрия не заладилось. Григоренко увидел клетчатый флаг двадцать третьем. По правилам мы поставили два новых колеса, и они получились, так скажем, не из лучшего комплекта. Поэтому все правые повороты я абсолютно в них не попадал. Ну, зато попал в финал среди 112 претендентов из 48 стран. В принципе, неплохо. А нам остается рассказать о результате, который наверняка оставит свой след в истории отечественного автоспорта. Финальный заезд юношеского класса КФ-3 прошел под флагом России. Со старта до самого финиша гонку вел наш гонщик Даниил Квят. Единственный, кто пытался приблизиться к нему на расстоянии атаки, это Рафаэль Марчьелло. Тот самый, что победил в квалификации. Но Даниил шансов итальянцу не дал. Еще два россиянина, Эдвард Фроленков и Сергей Сироткин, закончили гонку на четырнадцатой и шестнадцатой позициях. А Квят, пролидировав все 28 кругов дистанции, выиграл одну из престижнейших гонок мирового картинга. Зимний кубок Ланата. У нас сегодня действительно выдающиеся события. Русский парень выиграл такие все-таки Winter Cup для всего российского автоспорта, для российского картинга. Учитывая, что этот мальчик, в общем-то, вырос из именно российского картинга, это действительно очень большое достижение. Русский парень выиграл. Русский парень выиграл. Русский парень выиграл. Русский парень выиграл.